Называют меня некрасивая Так зачем же ты ходишь за мной И в осеннюю ночку дождливую Провожаешь с работы домой И куда не пойду обязательно Постречаю его на пути Он в глаза мне посмотрит внимательно Скажет, лучше тебя не найти Я родилась в 1932 году на печке Больницы тогда не было Мать нас родила двойню Еще сестра у меня была одна И мы выжили двое А мама у нас умерла Нам по полтора года было Мы остались без матери Мать Степанида Кузьмовна Шадрина, фамилия Шадрина Заболела цингой От цинги Выслали их в 30-м году По-моему Раскулачили Когда раскулачили Их сослали Сослали их Брат у меня, старший брат Он с 20-го года Ему было уже 12 лет Вот И он помнил это все И вот по его рассказам Я только это знаю А больше бы я откуда знала Это все Что говорит Загрузили нас в повозку Лошадь была запряженная В сане И была палатка сделанная И говорит Нас мама А еще было двое детей Одному было 6 лет мальчику Одному 4 И вот она Значит с ребятишками В палатке И вот этот старший брат 12 лет который Они сидели в палатке И ехали Значит вот Чтобы мороз был В феврале Месяцы их Везли через болото Не в Калининск А в Красный Яр Туда еще 8 километров Деревня И там под елку Сволили их Не только их Но много там было Людей везли Их было По-моему 7 семей Деревня От деревни Там недалеко жили И в основном Они почти что были Все как родственники Как родственники были Дедушка был А дедушка был Вообще он Как священником Ли кем он там был Служил И пришел И говорит Вот так и так Я сыхал Что будут ссылать Вот так и так Ссылать будут Отсюда людей Раскулачивать будут Уже прослышался И говорит Отцу Вот Говорит Знаешь что Отца звали Абакум Абакум Васильевич Я Евдокия Абакумовна Надо Говорит Вас Говорит Увезут В тайгу И там Ничего не будет И сделали Потайное дно На санях И положили Вниз Значит Пилы Топоры Лопаты Ломики Там Что нужно Для зимы Что Говорит Приедете Говорит И что Чтобы Чем-то было Работать И вот На дно Там положили А сверху Значит Поставили Вот этот короб В котором ехали Мать С ребятишками Вот в этом коробу И закрыли Значит Чтобы Ну проверяли Там наверное Что Какие вещи Там брали Ну еще Они там Сколько Разрешили Там взяли Не знаю Что они там Брали И вот Они приехали Вот с этим С инструментом Выбирали Место Около Реки Чтобы Была Вода Поближе Была Ну и Где Почище Место Было У берега Кругом Желез Был Тайга Побыстрому Рубили Они прямо С сырого Дерева Бараки Вот И Кто-то Из Ну Из Которые Ехали с ними Вез Печку Железная Печка Буржуйка Или как Их называли И вот Этой печкой Отапливались Рубили Значит Лапку Вот Эту Пихтовую Пихту Устилали Все Чтобы Снег Не попадал И так Они до весны Там Жили В этих Бараках А потом Уже Стали Благоустраивать Эти Бараки Получше Уже Летом Когда Лето Пришло Говорит Тогда Бересто Стали Драть Берестом Покрывать Стали Эти Бараки И Стали Уже Обживаться Начали Какие-то Там Дома Или Не дома Ну В общем Как Бараки Рубить Уже Начали Деревянные Сколько Детей Высылают С ними Ехали Ну Старший Был Саша Александр С 20 Года Рождения Мальчику Было 6 лет Ну Вот В то Время В 30 Году Если 6 А второму 4 Миша И Ой Миша Как Второго Володя Миша И Володя Они Когда Приехали Сюда Вот И Прожили До Так Январь Февраль В марте Месяце Они Оба Умерли Умерли Оба Что Вы Про себя Самое Первое Помните Я Помню Помню Когда Меня Уже Отдавали В Семью Ивановых Это Были С деревни С этой Же Они Кумовья Были Вот Этим Двум Мальчиком Которые Умерли Вот Это Иванов Яков Андреевич И Анастасия Ивановна Которые Меня Удочерили Вот Я Помню Что Мне Было Это Мне Было Три Года И я Помню Что Вез Меня Уже Не Отец Родной А Вот Этот Иванов Вез На Телеге Помню Что Стоял Сундучок Маленький Какой Я С этим Сундучком С ящичком И Помню Как Это Мой Сундук Не Троньте И Я На Нем И Сидела И Вообще Что Это Мое Богатство Было Я Так Вот Помню Вот Это Я Себя Помню Как Почему Удочерили Только Вас У вас Сестра Двойняшка А потому Что Отец Значит Когда Обдавил И Нас Было Трое Мы Маленькие Были Еще Отец Вроде Жениться Задумал Одну Взял Значит Что-то Не Получилось А вторую Взял Тоже Одному Мужику Как И Вот Этот Иванов И Говорит Яков Андреевич Приезжает И Говорит Кум Отдай Нам Одну Девочку У нас А у них Не было Детей У Ивановых Не было Годами Они были Молоды Так же Как Отец Наверное Так Так Возрасте В таком Были Отдай Нам Одну Девочку Говорит Ну Ты же Говорит Понимаешь Что Ты Говорит Не Воспитаешь Тяжело Тебе Валя Звали Девочку Вторую Сестру Валя Звали Выбирай Какая Тебе Девочка Нравится Ту И Жалко Валю Я Не Отдам Никого Ну Наверное Отец С ним Поговорил Все Таки У него Большенький Был Взрослый Был Парень Уже Был Иванов Значит Меня Выбрал Я Убегала Сама Сколько Раз Ловили Меня Среди Дороги Куда Пошла К Вале К Шурику Все Помню Даже Как Сейчас Мужчина Один Встретил Едет Верхом Видит Что А я Километра Три Ушла Уже От Деревни Босиком Бегу Говорит Ты Куда Дусе Пошла Я К Вале К Шурику Он Говорит Ну Садись На Коньки Поедешь Со мной Я Говорю Поеду Он Меня Посадил Верхом Потому Что Я С отцом С этим Сочером Ездила Я Не Боялась А Он Вместо Того Что Что Сюда В Калинин Сколько Туда Меня Привез В деревню Откуда У меня Где ты ее Взял Говорит Вот Говорит Убегает Раза три Убегала Оттуда Тосковала Я по них Стали ли вы Называть Мамой Вот эту Женщину Стала Я ее Сразу Стала Звать Мамой А его Начала Звать У нас Звали В семье Папа А тут Значит Тятя Звали Тятя И вот Я его Тятя Стала Звать Этого Иванова А родного Отца Не стала Звать Отцом Не стала У меня С детства Затаилась Такая Обида Что Почему Меня Отдали Меня Отец Не любит И вот Поэтому Я его Не стала Отцом Звать И уже Взрослая Уже была Я его Так Отцом Не назвала Вот Ваша Семья Настоящая Они Сыльные А вот Эта Семья Которая Вас Приняла Тоже Сыльные Они С одной Деревни Были Вот Отец И этот Который Приняли Они В одной Деревне С соседей Жили Все Под комендатурой Тогда Были Как Начинается Война Для Вас Война Я Не знаю Как Там Она Начиналась Эта Война Но Помню Как Отца Неродного Отца Провожали В Пудино Помню Собрали Много Народу И Меня Мама Привела Ну Вот Это Уже Она Ж Мне Мама Я Ж Ее Мама Сразу Стала Звать Мама Значит Провожали Отца До Конахова Мы шли Пешком По берегу Шли Лодкой Вот Это Столько Много Народа На этой Барже Было И Мы Все Шли Провожать Женщины С детьми Шли Провожали Вот Эту Вот Этот Пауза Который У меня В глазах Сейчас Стоит И Помню Все Руками Махали Махали Пока Скрылась Эта Лодка Его Убила На фронте Убила Его Под Ленинградом Я не знаю Ни похоронку Я не знаю Куда мать И Вала Ничего Не знаю Вот У этой Семьи Вы так И остались Одним Ребенком Да У них Не было Детей Одна Я и была Меня Переписали Не Шедрина Уже Я была А в Сельсовете Меня Записали Уже Как Ивановая Был ли Призван Ваш Биологический Отец Нет Он Был По В общем По болезни По здоровью На фронт Не попал А был Взятый В трудармию Не на фронте На фронте Не был Мама моя Неродная Так Сейчас скажу В 42-м Году Она работала Дояркой На ферме И сгорела Ферма И в то время Ее посадили В тюрьму На три года И я осталась Одна Все Там Господи Нечего Сильно И брать Было И картошку Из-под пола Выгребли И все И я осталась Одна Одна Все Это дело Было Как раз На седьмое Под седьмое Этого Ноября Вот Пожар этот был Ее посадили Значит У меня Все выгребли Все осталось Я значит Куда деваться Пришла в Калининск И говорю Так и так А мачеха Вот эта Уже С которой Жила Валя И брат Который с отцом Жила И говорит А я вас Не прокормлю Одна Отца нету Ты мне не нужна Все Я значит Собираюсь И опять Скиталась И моталась В школу Ходила я В школу Я только Ходила туда Кушать На перемене Варили какую-то Там Похлебку И только Приду там Учебников Не было Тетрадей Не было Чернила Не было Мне негде Жить Я По домам Ходила То там Ночую То там Ночую То там Где приткнусь А там Я и Моталась Какое мне Было учение Я голодная Была Одеть Нечего Было А будь Нечего Было Мне Приду В школу Вот учительница К доске Меня вызвала Вот это Я хорошо Помню Как сейчас Предложение Мне какое-то Диктует Слышу Сзади Дети Смеются Учительница Дуся Прочитай Что ты там Написала А я написала Есть хочу У меня Только в голове Есть хочу Есть хочу Есть хочу И написала На доске Есть хочу Она мне Помню За руку взяла И повела Там на кухню Где варили Этот суп Налила Меня там Покормили Милостынку Ходила Собирала Попрошайничала Ходила А лето Зиму Уже как-нибудь Перебьюся Там да там Кто на печке А ведь мужчин Не было Женщины одни Были Состарики То печка То на печке То на палате А мне уже Где достанется Какой угол Если в тепле То ладно То в лохмоть В этих Завернусь Где-нибудь Такое Такое мое было Детство И училась я Училась я Плохо Плохо Вот Хотя у меня И память была И все Ну я Ну просто Вот Может быть Что Голодная Холодная Такое Вот Ну переводили Меня Меня Спрашивают Сколько классов Кончила Я смеюсь И говорю Четыре класса И четыре коридора В каждом классе По два года сидел До четырех классов А потом Когда мачеха Вернулась Я же обратно Ну там же И жила Я уже работать До этого Уже работала Вовсю уже Кто Летом Куда меня позовут Кто позвал Все Потом стали Там колоски Собирали Ходила Эти колоски Собирала Пшеницу Где-нибудь Эти колоски В карманчик Где-нибудь Пожуешь Там все Ну в общем Детство Плохое было Мое А почему Вы не пошли В детский дом Почему Вы к председателю Не пошли Вы остались Одна Да Вот такой вопрос Был Тогда я Что могла Ну сколько мне лет То было Десять лет Ну девять лет Куда я пошла Ба Куда я пошла И что я поняла Хотя детский дом Вот здесь вот В Лушниковой Был И Один мужчина Вот Демешкин Он Это Задавались Таким вопросом Учительница была Из этой же семьи За меня А Там ответили У нее отец родной Живой Понимаете И не взяли И не взяли Мне в детдом Хотя фактически Я не жила С отцом Уже И отца Не было Дома И отца Дома Не было Отец Он вернулся Из труда И последнюю зиму Я Последнюю зиму Он меня забрал К себе Я жила зиму Там До марта А в марте Месяце Как мама вернулась И я Обратно С ней ушла Одну зиму Я там была Уже в четвертом Классе Училась Комендатура Куда ходили Отмечаться Приходили они К вам в дом С обысками Нет Только помню Как мать Плакала Приходила Что ее там Побили Налог Что ли С нее Там требовали Лизай Мы какие-то Там подписывали Она говорит Что нету У меня Нету У меня Ни денег Нет У меня Ничего Я вот Только Из тюрьмы Пришла Вроде бы Того У меня Ничего Нету А вот Ничего Не знает Давай Деньги И все Вот Приходила Она плакала Что Били Говорит Меня Когда уже Мать пришла С тюрьмы Надо было В пятый Класс Идти А у меня Не одеть Не обуть Нечего Пойти Надо В Пудино Учиться Надо Квартиру Какую-то А у нее Не было На что Меня содержать Такое И все Так и осталось В 47 Году В 47 Году Я уже Работала Вовсю И меня Отправили В 47 Году Гурт Скота 300 Голов Вот Отсюда С Пудино В Томск Гоняли Мы Я прошла Пешком Со скотом Понимаете Скот Гоняли В Томск В Томск Гоняли Скот Сдавали Это 645 Километров Да Пешком Сколько времени Вы шли Сколько времени Мы шли Это Если рассказать То В книге Не опишешь Сколько Время Все Лето Гнали Мы Как В июне В июне Месяце Вышли С этим Скотом Июнь Июль Август Сентябрь В октябре Только пришли Было Было Такое Указание Начальнику Этому Старшему Нашему Гуртоправу У нас Нас Было Значит 5 человек Вот этот Скот Гнали Мы 5 человек Гуртоправу Значит Чтобы Привес Был От скота Чтобы Они Пригнали Голодного Чтобы Не пропала Ни одна Голова А то Тюрьма Будет Вот И Пасли Этот скот Например Ну сколько Ну может быть Если за За сутки Прошла Скотина Может 5-6 Километров Остановка Все Останавливаемся Значит Разводим Костры Разрубим Лес Чтобы Как Грать Будет Сделать Скот Загнать Чтобы Ночью Сторожили Уже Там Не спали Например Сегодня Я Двоем Сторожим Чтобы Скот Не ушел Никуда Потому что Кругом Были Поля И гнали Не дорогой Не дорогой Где ездили Дорогой А вот Именно Поза За деревнями Потому что Кругом Посевы Были И не дай бог Если зайдет Скот Этот 300 голов По траву Нам всем Тюрьма Будет Вот И Вообще Ходили Тоже И голодные Были Воровали Вечер Приходит Значит Мешок Пошли То где-то Картошки Накопаем Или на поле Где-то Где-то Залезем В огород Огурцов Нарвем Лук Есть Охота Была Были Выбракованные Ковровы Колхозные Которые Может быть Доила Там Две дойки Там Доились Доили Значит Молочко Там Чтобы было Надо Лето Было Чем-то Жить Это Страшно Вообще Обносились Мы В одной Деревне Зашли Туда К деревне К деревне Ближе Ночью Со мной Памин Был Васька Я говорю Васька Знаешь Чего Говорю Ты смотри Может быть Где-нибудь Висеть Будут Рубахи Или что-то Одежда Какая-то Чтобы Надо Стащить Было И вот Я Стащила Штаны С одной Веревки И рубаха Какая-то Была Мужская Рубаха Это Для меня Было Что-то Что У меня Были Штаны Представьте Стащила Он говорит, я ее не возьму. Она говорит, умрет дорогой, говорит, я что с ней делать буду. И оставил меня. Наши ушли. Я, значит, там пролежала две недели у этих людей, которые ходили за мной. Там они меня и оставляли. Не ходи, да вот останься тут, да будешь работать, колхоз тоже. Я говорю, я нет, я пойду. Пойду догонять своих. Еще у ломата была стрепена. И что вы думаете, я отправилась одна. По тайге. И шла, не по дороге. А вот, значит, что, когда гонят, это вот уже одним направлением было, скот этот гнали, затески по деревьям. Затески, затески. И вот я по этим, по затескам, и ни спичек со мной не было, ничего не было. Как будто бы я вот пошла куда-то, я не знаю. Ну, они-то взрослые люди были, старые. И почему так, они меня тоже отправили. И у меня ума ничего не было. Хоть бы спички взяла. Бабушка дала колобочек какой-то мне хлеба, и все. И так же босой вы идете? А? Какую-то овусь, может, вам дали? Или босой так вы идете? Дедушка мне какие-то лапти сплел. Дал мне лапти какие-то. А что эти лапти, сколько я в этих лаптях прошла? Они порвались, и опять босая. Босая была. Догнала. Но с каким трудом это было, это с каким трудом я. Я один раз ушла вообще в другую сторону. Есть нечего. Питалась сырыми грибами. Грибы сыры ела. Сыроежки. Они не горькие, сладкие. Ягода. Вот это вся была моя еда. Ничего не было. Река. Чувствую, что все. Значит, вот больше никуда. Вот это вот, как скот был здесь. Дорога протоптанная была. А тут река. Я поняла, что перегнали скот на ту сторону. Потому что видно было, что скот промятым было все там. Наступила ночь. Темнота такая. Дождь льет. Я выбрала, выбирала всегда пихту такую, чтобы, если дождь, чтобы скрыться. Травы нарву там. Вот это вот у меня лежанка там была. Ночью ревела там, плакала. И чувствую запах как гари какой-то. Какое-то ощущение, что где-то деревня близко. Деревня близко. Пошла, пошла так по берегу. Смотрю, костер горит на той стороне. Костер и собаки лают. Думаю, значит, живые люди. Люди живые. А мужики там, которые, они ехали на охоту. Охотники. Три мужчины были. На лошадях. Верхами были. Говорят, слышим, что кто-то плачет. Плач такой, говорит. С вечера еще, говорит, слышали, что слышите кто-то. Подойдем, говорит, к берегу, послушаем, что-то плачет. Говорит, голос какой-то женский или как детский, говорит. Вот. Но я ослабла уже за это время вообще. Потом, значит, поднялась, поднялся дождь, гроза такая. Я ревела там под этой, под деревом, под этим. И мужчина подошел и кричит там, кто, кто здесь? Они смеяли, потом рассказывали, говорит, русалка, может быть, говорит, ты же что там, река же рядом. Говорит, и нам, говорит, ужас такой, нагнала, говорит, ты. А я-то обрадовалась. Говорю, так и так, говорю. А как ты попала за речкой? Я говорю, я заблудилась, заблудилась. Я говорю, дай бог им здоровья. Они меня накормили, они меня обсушили там у костра. Уклали там, я говорю, вот такие были люди, три человека, молодых таких, могли бы все со мной там сделать, что хочешь, правда, вот в теперешнее время. А они меня там так пожалели, накормили меня и положили меня там, травы наложили, и все, спи, говорит, до утра. А утром, говорит, мы тебя. Разбудим. Утром они меня будят уже. Один дяденька, говорит, ну, накормили утром меня, все. И говорит, ну, теперь, говорит, ты догонишь, говорит, они недалеко. Один дяденька, говорит, я, говорит, сейчас тебя довезу, говорит, верхом садись, хотя километров пять-шесть к тебе не идти. Видишь, что у меня ноги-то такие. Все в болячках, все страшно смотреть на эти ноги. И вот, говорю, столько страсти пережила я. Я говорю, как я только вообще не знаю, как я выжила. Ну, и все. И на второй день я, значит, догнала их. Как они увидели меня, все схватили. Дуська, куда ты взялась? Ты как ты нас нашла? Я плачу, рассказываю им этот, Георгий, головой мотает, говорит, ну, говорит, головушка твоя. Да почему, говорит, тебе никто спичек не дал? Я говорю, вот, хоть бы спички были, я бы хоть где-то костер какой-то разложила. Вот так вот скот прогнала я. Сколько голов примерно было скота? 350 голов. 350 еще до Парбика мы еще и овец гнали, 50 овец. Овец. Понимаешь ты, что это такое овца? Это не корова. Она за каждое, это там завалится, за качкой искали. Так в Парбике вот этот вот наш гуртопрак сдал от их овец. В общем, как-то там, ну, в общем, не знаю, как он там договорился. Оставили хоть эти овец. А 300 голов так и до Томска гнали их на бойню. На бойню. Да, на бойню. Там сдали. Сдали. Когда сдали, значит, нашла там у меня сродный брат был в Томске, Василия. Василий говорит, куда ты пойдешь назад? Уже холодно. Как пойдете-то? Где-то обувь какую-то надо. А на что брать-то? В чем-то болото-то уже октябрь месяц. И Василий говорит, слушай, Дуся, говорит, там, говорит, Иннокентий же, говорит, здесь дядя твой. Я, говорит, сейчас, говорит, я ему позвоню, говорит, чтобы, говорит, он тебя забрал. Ой, как я в Томске искала эту общагу. Нашла когда общагу эту? Нашла общагу в общежитии, там комендант Лихтоли там был. Василия уговаривает, говорит, пускай, говорит, ночует она здесь. Я говорю, я говорю, я говорю, я только, Вась, ты мне, говорю, хоть в уголочке, чтобы тут я ночевала. Он говорит, а завтра я тебя уведу, говорит, к Иннокентию, к дяде с моему уже, который. Я, значит, эта женщина, говорит, ну, она меня опустила, там такая лежанка, наверное, ее была, а я так села в сторонку. Она говорит, ну, ну ладно, говорит, что уж, говорит, ложись. Я говорю, нет, я не лягу. Она почему, говорит, мне нельзя ложиться. А почему, говорю, у меня в шее много. Она говорит, ой-ой-ой, она меня туда в коридор вывела, поставила какой-то стул такой, и, в общем, я там на стуле, на этом просидела. Василий меня, значит, увел к дяде. А ты помнишь хоть его? А я этого дядю один раз видела. Выйдут мужики, смотрю, смотрю, нету дяди Кеш. Ну, где дяди Кеш? Ну, где дяди Кеш? Потом там тоже женщина. Кого ты, девочка, мальчик ждешь? Мальчиком меня она называла. На мне шапка была какая-то. Шадрина мне надо, Шадрина, говорю, Иннокентия Васильевича. Она говорит, есть такой. Он выходит, а кто ты такой на меня? Дядя Кеш, это ты, я. А ты кто? Да я, Дуся. Ну, так, наверное, он меня тоже видел, пацанка их такой. Он, оказывается, женился в Томске, дядя. И они снимали квартиру. Вот. И тоже, когда он меня привел туда, в таком виде, Нина, это вот его жена, уже молодая, они говорят, ну, что же делать с тобой? Надо в баню тебя везти. Я сразу сказала, говорю, у меня в шесть только, говорю. Она меня в баню повела, свои вещи взяла там. В баню в эту пришли, я говорю, Нина, веди меня. Как там в этой бане? Я сроду не была в такой бане, я там не знаю как. Ну, там вон крон, там кран, там... Была карандаш дустовой, были раньше такие вот, как мел, дустовые карандаши, специально от пшей настрогает, моет от головы. И там люди же, женщины, моются. Боже мой, в этом тазу, что там было? От этой пши как начали падать туда в воду. Господи, ну, вымылась я. Пришла, белье все чистое одела, голову завязали. Утром поднимаемся, значит. А я спала вообще как мертвая, хозяйка говорит. Я, говорит, подойду, посмотрю, то ли она живая, то ли нет, говорит. Спит, говорит, как убитая. Ну, что, конечно, я чистое одела, меня уже никто не тревожит. Я вымылась за все лето. Потом она стала, а волосонки такие длинные уже были, вот такие вот. Ну, а что там на волосах на этих, там вот эти вши-то вши, а гнит сколько. Она говорит, а как будем, я говорю, Нина, остриги меня на лосо. Она, да и правда, ты сказала. Она меня, значит, остригла, потом под машинку меня, как бы ванили меня. И дядя, значит, когда я сказала, что, значит, завтра, послезавтра мы пойдем обратно. Куда пойдешь? Я говорю, через болото. Никакое тебе болото. Он звонит брату, а тот ему говорит, покупай ей билет на поезд. Я, говорит, ее здесь встречу. Он меня, значит, покупает билет, посадил меня на поезд. Я в Новосибирск приехала. Брат меня встретил, и он меня оставил на зиму там. Прожила я там зиму. Ну, проверки были тоже. Ну, послевоенное время уже какое там было, проверяли. У меня ничего на документах-то никаких нету. Надо паспорт какой-то или что-то. А мама там плачет. Мама, как там без меня? А она написала письмо. А мать, она, это мачеха, она неграмотная тоже была. Кто-то писал, видать, она говорила. Кто-то писал. Дескать, мол, когда маленькая была, никому не надо было. Значит, я ее вырастила. Теперь нашлись и отцы, и братья, и сестры вроде того. Теперь вы у меня забрали кормилицу. Написала такое обидное письмо. Саша мне дал прочитать. Я в рев. Саша, мама, видишь, как плачет. Я поеду домой, пойду домой и все. Ну что, снарядили меня они все-таки. Отпустил он меня. До Барабинска, значит, купили билет. Мы до Барабинска доезжаем на поезде. С Барабинска уже на попутках. Где пешком, где тогда повозки лошадей ходили. Кто-то попросился, подвезут нас. И надо было доехать до Горемычка. Так ее назвали, это деревня Горемычка. Потому что горя там хватили люди, когда пересыльные вот эти были. И Горемычкой назвали. На окраине вот этого болота. Вот это болото 60 километров. Убегали, когда ссыльные вот были. Убегали там в болотах и топились. Ну, в топе покидали народу. Много погибло. Вот. Летом дороги не было. А зимой зимник был. И посреди болота был барак. 30 километров, значит. И барак. Оттуда 30 километров и отсюда 30 километров. На половине стоит этот барак. Надо вот 30 километров за день пройти до того барака. Чтобы ночевать. И этот путь потом уже к дому. Во Львовку уже приходим. Мы уже сюда, на эту сторону болота. Когда на болото вышли мы. Мы вот так вот по поясу все уже мокрые были. Мужики-то на лыжах прошли. А мы же проваливаемся. Мы идем и проваливаемся. Уже снег-то проваливается. Мы так умучились. А когда на болото вышли. Вы видите, там как вот все выдуто. Как по площади. Снега нету. И очень далеко видно этот барак. Вот кажется, вот он, вот он, вот он. Идем и нет, и нет. Идем, не можем дойти. Не можем дойти. И все. Да что вы думаете, стемнело? Мы не знаем, куда идти. Все. Барак этого не видно. И мы ушли в сторону. В сторону ушли. Все. Девки в рев. А в это время приходит обоз. А ребята-то пришли. И говорит, бегает. А эти, которые мужики приехали. Все там печка затопленная. Значит, отапливается в этом бараке. Нары там, ну, для ночлега. Вот. Тепло там. А они говорят, что вы ходите, вы стужаете, дверями хлопаете без конца. Что вы бегаете? И они возьми, сказали, говорят, у нас там остались девчонки. Какие девчонки? С нами девчонки шли. Мы-то на лыжах пришли быстро. А девчонок нету. Так а почему бы нам сразу-то не сказали? Ну, мы-то поджидали, думали, вот подойдут, подойдут, а нас нет. А мы все, мы окоченели бы, если бы они нас нет. Уже все, ревели там, что замерзли на этом болоте, и все. Господи, эти мужики, значит, зажгли какие-то факела с ружьями, давай стрелять. Мы обрадовались, а мы в сторону вообще ушли. Они освободили одну повозку, сбросали там мешки, и на санях, значит, едут. И стреляли, и вот зажигали эту солому на палках, чтобы нам видно было. И они нас подобрали. Мы пришли, все мокрые вот такие. Ноги все стерты в кровь. Валенки мокрые были, пятки потерла. Ноги эти у меня еще, так они болели, они у меня воспалились. И меня потом отправили вот на лошадях, я уже приехала домой сюда, к матери. Приехала, это в 48-м году уже я вернулась, весной в марте. Вы добровольно туда поход отправились, или вы могли отказаться? Да что вы, в то время отказаться, боже, из богатых. Нет, конечно, нет, конечно. Заставили, просто все, собирайся, иди. Еще как получилось, отправляли меня на пихтовый завод. А мать и говорит, председателю, говорит, Павел Андреевич, говорит, ну не в чем девчонку, говорит, вот отправлять у нее на ноги даже ничего нету. А лето подошло, это дело было в апреле, меня отправляли на пихтовый, мать меня не пустила. А в июне месяце этот председатель говорит, так, Настасья, ты не пустила дуську на пихтовую, а теперь пойдет в Томск со скотом. Все? Все, все разговоры, попробуй не пойди, как это так. В то время ослушаться никак нельзя было. Что было дальше? Вы вернулись к матери. Я вернулась к матери. Бритая вернулись к матери. Нет, уже волосы, отросли уже волосенки. Ты с кудрями, городская, приехала. Умрешь. Девчонка уже была. Приехала я, значит, так, это 48-й год. Осень пришла на лецзаготовку. Лецзаготовка, значит, на повал. Девчата, которые постарше, спарились, кто-то есть у них. У меня напарника никакого нет. А ведь надо с лесину свалить, это надо с умом, надо кого-то из парней. Вот, значит, вот этот Арнаутов все поза мной, все лето ходил, ухаживал за мной. В клубе сидим. И, говорю, пришла, говорю, это повестка, что на мою заготовку. А с кем ты пойдешь? Я говорю, не знаю. Он говорит, я тебя возьму, напарники. А он на 5 лет меня старше. Мне-то что было, 16 лет. Дружить будешь со мной? В первую очередь, дружить будешь со мной? Я говорю, буду. Ну, все. Мы, значит, с ним пошли. Зиму проработали. Он меня сватать. Я говорю, я, Степа, я не пойду замуж. А что? Я говорю, да мама сказала, еще рано мне замуж. Наврала ему. Ну, ладно. Лето, значит, то с Васей, то с Ваней, то с тем, что с другим. Степу вроде, ну, это бортиком вот его отсыпят. Осень подходит, снова меня опять наповал. А Степан говорит, а я, говорит, нынче возьму, говорит, лошадей издовым возить лес. Там тоже же вывозили же. Лес-то готовили, надо его вывозить. Было на речку, плоты там сплачивать этот лес. Вот, я говорю, а я теперь не знаю. Не знаю, говорю. Ну, нету напарника у меня. Мать говорит, что ты ревешь? Я говорю, ну, вот с кем я пойду, говорю. Степан, вот одно меня, что, это, вроде подговаривает меня, что если я замуж за тебя, за его выйду, то он пойдет. Что он возьмет меня, значит, в этот. Вот, ну, и что, вот такой лес заготовка заставила меня выйти замуж за него. И мы с ним сошлись. Мать говорит, ну, и что, если сходиться, так сходитесь. А он говорит, тетя Анастасия, докажите-то мне негде. Они молдаване, евреи в то время, сосланные были же все вот эти вот, в то время сосланный был мой муж, он по национальности болгар. Говорит, куда я приведу-то, говорит. Надо, а мама говорит, никуда, приходи, Степка, и живи у нас. Напоил его самогонкой. Степка, а тебе душка-то глянется? Да нравится она мне. А я за печкой стою и говорю, да я тебя и не люблю. А она говорит, я тебе покажу сейчас ремень, он сниму, я тебе любовь покажу. Любовь она какую-то захотела. Нравится, не нравится. Сходите, заживите. Кто, наверное, заготовку с тобой пойдет? Кто, наверное, заготовку опять с тобой пойдет? Он пришел к нам. К нам пришел в дом. Кольцо было? Нет. Из пятаков какие-то колечки делали. Дарил какое-то колечко он мне. Из пятака. Пошли ли вы в контору регистрироваться? Так, с регистрацией, как получилось у нас, приходим, значит, регистрироваться. Пошли. Пошли регистрироваться. Мне 18 лет еще не было. Сказали, что будет 18 лет, тогда придете, зарегистрируемся. Все, уже родился у меня в 1951 году Виктор. Сынок родился уже. Записываться. Надо записывать ребенка. Как записать? А знакомая была там в ЗАГСе. Степан пошел записывать. Говорит, ну, так а что у вас свидетельств нет? Вы почему не регистрироваетесь? Вторично мы ходили с ним регистрироваться. У меня не оказалось, а метриков нет. Как так? Ну, нет у меня. Нигде, как будто у меня вообще я не жила. Пока все это выходила я, пока доказательства-то сделали, все, и уже метрические выписки, уже когда получили я. Я с ним зарегистрировалась. Так, это что я? 50? 60? 60, по-моему. В первом году, что ли, только с ним расписались, когда уже четверо детей было. Четверо детей. В общем, записала она Виктора на Арнаутова. Володя рождается, Иванова. Таня рождается, Иванова. Мы не расписанные. Она записала на Арнаутова на совесть, что мы зарегистрируемся. И, значит, это... А тут у нас так получилось. Да живем мы, живем. Это, знаете, в деревне такая толкотня, работа и все. Да подумаешь, расписанные или не расписанные мы и все, и живем. И только перед смертью, перед смертью его, в апреле месяце, вот он в мае, в мае уже я его схоронила, а в апреле месяце он ездил уже в Парабель и записал детей уже по это, на Арнаутову. Вот, и Таню, и Володю. А то бы так и остались эти Ивановы, эти Арнаутовы. Что с ним произошло? Почему он ушел так рано? Дрова поехали пилить в лес. И Елисина его прибила. Дерево? А? Дерево упало? Дерево упало на него. И он сутки прожил, и 1 мая умер. В 65-м году, 1 мая. Вы сказали, что он болгарин. Да. На каком языке он говорил? Только по-русски. Я не слышала, я не слыхала, они между собой другой раз говорили. Только я захожу к ним, они сразу и брат, и мать замолкают. Во-первых, болгар, были молдаване у нас, евреи были, поляки были, латыши были. А болгар был, вот только Арнаутов болгар был, и еще одна семья была, женщина болгарка. На 41-м году, по-моему, их сослали. Он был в Молдавии, но по национальности болгар. Болгар, да. Выслан он из города Волканешты. Там Болград, рядом 14 километров от Волканешты, село Волканешты. Выслана она была одна мать, свекров, с двумя парнями, вот Анатолием со Степаном. Вот, они были, это, погодки. И когда их сослали, мать, мать, значит, в вагон, а отца вообще больше не видели и не слышали, где он и как погиб, ничего не знают. Когда наступает реабилитация? Вот ваша мама, она была реабилитирована? Да, да. Получила ли она какие-нибудь деньги? Нет. Никаких денег не давали. Были ли вы реабилитированы? Да, я реабилитирована. Пенсии там добавка есть. Вот ваша сестра, близнец, близняшка, Валя же ее? Валя. Валя. Ее судьба на вашу похожа или совсем другая? Она замуж не выходила. Она на 20-м году умерла. А заболела, простыла в колхозе тоже, а дети обуть шибко, нечего было, заболела, заболела туберкулезом. А в то время туберкулез был неизлечимый. Ну, запустила болезнь, не умерла. Как долго у вас обида была, что вас отдали? Обида была всю жизнь у отца. Тогда же не было ни телефонов, ничего этих не было. И Саша мне, значит, писал, что папа, папа хочет тебя так, Дуся, видеть, приезжай. Сколько меня он не просил, я думаю, потому что он, наверное, хотел, может быть, прощения у меня попросить. А я не поехала. И когда получила телеграмму, что отец умер, я не ездила хоронить. Говорю, а что я поеду, что я плакать из него буду, кто он у меня? Он чужой дядя для меня. Я ему не просила. Не просила. Это тоже грешно. Надо было простить. Ну, у меня обида осталась на всю жизнь на него. Такая длинная жизнь. Никто не поверит, что вам 91 год. Секреты такой молодости, расскажите. Никакой. Не красилась, не пудрилась никогда. Ничего не делала с лицом со своим. Это труд. Я до сих пор, вот вы видите, что это я сама все своими руками. Я не хвалюсь. Я не хвалюсь, я не люблю неряшество, не люблю сама себя, чтобы была я грязная. Не хочу. И хочу, чтобы был у меня везде порядок. И я только три года как в клуб не хожу. А то ходила в клуб, пела, плясала. Субтитры сделал DimaTorzok